Всем змеи на привет пипа, вы снова на моем канале Fancy Snake, и сегодня мы будем говорить о самом эпичном противостоянии в мире. Эти двух персонажей знают даже те, кто никогда не играл в игры, а именно сегодня я вам расскажу о врагах, которые годами боюют друг с другом, о противостоянии Скорпиона и Саб-Зиро. Напоминаю, что сегодня будем говорить именно о их противостоянии, а не истории в играх. За основу взята новая серия из МК, а именно перезапуск серии Mortal Kombat. Скорпион, воин клана ниндзя Шарай Рю. Он собирался покинуть клан и посвятить жизнь своей жене и сыну. Однако старейшины клана уговорили его выполнить последнее задание – достать для колдуна Куан-Чи карту из храма элементов. В то же время Куан-Чи также нанимает и другого ниндзя, а именно Би Хана, старшего брата Саб-Зиро, воина клана Лин Куэйн. В храме они встречаются друг с другом и в жестокой битве за карту Саб-Зиро выходит победителем и убивает Ханзо. Позже в клан Саб-Зиро пришел Куан-Чи и забрал карту у Би Хана. Вскоре выясняется, что Куан-Чи специально нанял на одно и то же задание двух бойцов, чтобы прийти и уничтожить клан и семью того, кто проиграет. Видимо, рассчитывая, что победит и выживет Би Хан, причиной этому было то, что Куан-Чи убил всю семью Ханзо и его клан до того, как тот отправился на задание. Ханзо умер и его душа попала в Незерин – аналог ада во вселенной Mortal Kombat. Однако Ханзо получил возможность вернуться и отомстить за свою смерть. Теперь, когда Ханзо стал Скорпионом, воином-призраком, наделенным огромной силой и магическими способностями, он начал мстить за свою смерть и начал с Саб-Зиро, не зная, что его клан и его семью убил Куан-Чи. Во время турнира Скорпион воплощает в реальность то, что хотел сделать и убивает старшего Саб-Зиро и снова возвращается в Незерин. А тем временем младший брат Бихана Куайн-Лян берет себе имя Саб-Зиро, вместе со Смоуком проникает на турнир, чтобы узнать, что стало со старшим братом Саб-Зиро. Но узнав правду, он стремится отомстить за него. Тем временем Скорпион узнает, что в турнире появился человек, который носит имя Саб-Зиро и решает узнать, кто это. Однако, посмотрев его поединок, где младший Саб-Зиро не убивает своего соперника, Ханзу понимает, что это не тот Саб-Зиро, которого он убил. Но это не мешает им смахнуться и Саб-Зиро младший одерживает победу. Но не успев добить Скорпиона, его забирают киборги, чтобы сделать из него ледяного киборга. Что у них в итоге и получается. Став киборгом, он начинает выполнять приказы клану, но проиграв в бою с подвижником земного царства, они перепраграммируют его и возвращают память. Но несмотря на это, его так же, как и многих других земных бойцов, в итоге убивает Синдал. На этом противостояние Скорпиону и Саб-Зиро будет закончено, подумаете вы. Куанчи снова возвращает Саб-Зиро к жизни и манипулируя Скорпионом и Саб-Зиро долгое время использует бойцов, пока его не побеждает Рейден и земные бойцы. И не возвращают им память. После этих событий, Саб-Зиро и Скорпион начинают жить своей жизнью, хоть и недолго. За это время они успевают восстановить свои кланы. И спустя 25 лет после событий турнира Смерцельной битвы, Саб-Зиро приглашает Скорпиона к себе, чтобы что-то обсудить. Придя к нему, он узнает всю правду того, что на самом деле произошло много лет назад. То, что Саб-Зиро старший не имел отношения к убийству его семьи и клана. То, что все это подстроил Куанчи. Извинившись перед Саб-Зиро, Ханзу понимает, насколько был неправ. И два воина поклоняют голову перед друг другом, ставя точку на долгом противостоянии двух невероятных бойцов и кланов. В дальнейшем Ханзу начинает мстить Куанчи, но это уже другая история. Вот и все друзья, на этом краткая информация о противостоянии Скорпиона и Саб-Зиро пришла к концу. Как этот ролик наберет 100 лайков, мы начнем пилить истории персонажей из компьютерных игр. А пока что подписывайтесь на наш канал, вступайте в наш крутой паблик ВКонтакте Герои и Злодеи и на Мир Комиксов на Фейсбуке. Также заходите на наш сайт comicsworld.ru, играйте в игры, смотрите только лучшее кино и читайте комиксы. Всем сайонара! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok